Как приятно, что в городе все больше и больше открывается выставок для культурных людей, таких как мы с вами, ну, вы понимаете меня. Можно вечерком выйти на променад, дойти до музея, посмотреть интересную экспозицию, в общем, обогатиться духовно, провести вечер с пользой. Прямо сейчас культурная страничка в нашей программе. Оксана Стяжкина подробнее. Гусь-кольцы-брос, трещотки. Какие же еще игрушки играли наши родители, узнаем на выставке. Игрушка-небалушка. На этой выставке можно посмотреть на игрушки начала 20 века из современной игрушки. Как оказалось, во все времена не каждая игрушка была предназначена для игры. Некоторые предназначались для оформления интерьера. Были игрушки из дорогих. Это был фарфор, это были дорогие ткани, металл, кость. Или уже не поиграешь, да? Ими не играли. Дети могли ими только любоваться. Такие, значит, дорогие куклы всегда размещались где-то в каких-то, значит, шкафах. Были куклы-обереги, которые делали своими руками. Видите, здесь как бы изображение две фигурки. И мужская, и женская. На две палочки. Да, они же вместе. Вот это семейный берег, чтобы в семье было все хорошо. С этой игрушкой как бы семья проживала жизнь. Ей дарили вот такую игрушку. А для малышей, которые еще не доросли до кукол, делали из пня манеж. Называется это седуха. Это для самых-самых маленьких детишек, чтобы и так на какое-то время его сюда посадить, и чтобы он не мог никуда уползти, как говорится. А вот и куклы из детства наших родителей. В 50-е годы они там еще, ресничек нет, ничего, а тут уже в 70-х реснички. А здесь уже, конечно, здесь уже и реснички, и волосы уже, и различные прически делаются у куколок, то есть она разнообразная. И, наконец, современные авторские куклы. Здесь мы видим и обезьянка, а там какая интересная дама, тут балерина. Как оказалось, на выставке можно не только посмотреть на игрушки, в некоторые нам разрешили даже поиграть. Почувствовали себя детьми Оксана Стяжкина, Игорь Волосков. Программа «Виатка Тудей». Субтитры создавал DimaTorzok